К нашему эфиру присоединяется Александр Владимирович Савченко, профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист. Александр Владимирович, рада вас видеть в эфире. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. Я тоже. Очень приятно. Александр Владимирович, действительно очень интересная ситуация. Россияне, точнее в Кремле, россиян пытаются убедить, да и весь мир, мне кажется, иногда пытается убедить в том, что партнеры Украины вскоре от Украины устанут. Но ни в коем случае не говорят о том, о каким же образом на жизни простых россиян скажется то, что Россия развязала полномасштабную войну в Украине и еще то, что Россия не против того, чтобы эта война затянулась. Так вот, а на что ставки? На то, что уровень жизни будет ухудшаться постепенно, что россияне просто будут к этому привыкать или на просто безропотность российского народа? Путин давно уже раскусил тягу народа Раши к бедности, да. И это по Достоевскому, по их классику, который говорил, что для России бедность не порог, нищета порог. И вот сейчас смотрите, какая ситуация. Половина людей в этой стране живет на зарплату меньше, чем 24 тысячи рублей в месяц. По украинским стандартам, если перевести на гривну, это меньше 10 тысяч гривен. То есть это меньше, чем средняя зарплата в Украине. А мы знаем, что цены там выше. В Москве так приблизительно на 50 процентов, в других городах на 20-30 процентов. То есть смотрите, что получается. Страна, у которой очень много нефти, газа, других ресурсов, сейчас по доходам уступает жертве агрессии, на которую они напали и разрушают каждый день, даже по заработной плате. Вот к чему ведет Путин эту страну. Но народ хочет так жить и, к сожалению, может так жить очень долго в бедности. Но вот нищета порог. Нищета, если мы переведем на зарплату в Раше, это приблизительно 10 тысяч рублей. Вот кто получает 10 тысяч рублей и меньше, а таких приблизительно 10 процентов живут в нищете. И число их будет расти неуклонно. Ну, повторяю, Путин раскусил генетический код этого народа, тяга к нищете, а интеллигенции к декаденцию. То есть, ну вот так эта страна будет жить. Владимир Владимирович, ну, вопрос, ну, знаете, вот, ну не укладывается в голове, а хотят ли люди жить плохо? Да, получается, по вашей логике они, в принципе, не против. Да, или вот, как я раз задавал вопрос, да, экспертам, что вот, знаете, как с анекдота, папа, ты будешь меньше пить, нет, вы будете меньше есть. Тут, получается, они спрашивают у Путина, Владимир Владимирович, может, мы будем меньше воевать? Нет, вы будете меньше пить, меньше есть и больше умирать. И вы считаете, что, как бы, россияне, в принципе, не против, по большому счету. Или просто их вот эти санкции, нынешнее состояние дел в экономике, в финансах, в социальной сфере еще просто не накрыло таким образом, чтобы как бы большинству дошло, что что-то происходит не так и нужно что-то с этим делать? Или вы думаете, такая связка не имеет шансов на то, чтобы сработать в нынешней Российской Федерации? Конечно, но я еще раз повторяю, нужно довести тогда это население не к порогу бедности, а к порогу нищеты. Вот когда процентов 50 граждан Раши будут жить в нищете, тогда может сработать механизм защиты. Механизм защиты и люди даже, допускаю, могут выйти на улицу и требовать прекращения войны. Еще же нужно доказать, показать, вбить в головы, что война причина их нищеты. Если этот процесс будет проходить постепенно, к сожалению, западные санкции предполагают очень постепенное ухудшение жизненного уровня населения Раши. Тогда, по моим расчетам, это дойдет к населению Раши, к сожалению, через 4-5 лет не раньше. Но если возобновляться новые санкции против этой страны, то все может быть очень быстро. Вот смотрите, сжиженный газ продолжает поступать на рынок Европы, в то время как есть альтернатива Голландии, Соединенные Штаты. Раша продает ежегодно и в этом году продаст сжиженного газа на 20 миллиардов. Ну вот, элементарно можно сделать запрет на экспорт этого сырья в Европу. Относится это и к другим товарам. То есть, если Запад будет действовать более решительно, то есть надежды, что через 2-3 года даже этот народ сможет понять, что происходит. Но, к сожалению, в следующем году я не верю. Хотя, вот очень интересный факт. По моим расчетам, несмотря на вот эти, знаете, информационные вбросы, что Путин приказал еще удвоить затраты на войну, по моим расчетам, они уже в следующем году не могут быть больше, чем в этом году. Как бы номинально не увеличились расходы, через курс и через инфляцию, они не превысят сегодняшний уровень расходов на войну. А мы знаем, что и Соединенные Штаты, и Евросоюз, и сама индустрия Украины нацелена на существенное увеличение выпуска вооружений, боеприпасов. И по моим расчетам, уже в начале следующего года мы будем существенно превосходить Рашу по снарядам, но не говоря уже про реактивные снаряды, даже по ракетам, если наши партнеры, допустим, Соединенные Штаты, ну поставят нам хотя бы тысячу атаков. Немцы, мы знаем, уже готовы поставить свои ракеты, но у них их всего 300, ну плюс Британия, которая тоже наращивает производство, и Франция, и мы даже по ракетам можем уже быть выше, чем Раша. Кроме того, мы все надеемся, что будет снят запрет на удары по военным объектам противников, которые расположены на территории Раши. Ну вот тогда война может очень быстро закончиться. И это понимает Путин, поэтому сейчас его аналитический штаб, ну вот разгоняет такую ИПСО, да, такую пропагандистскую операцию. Они заявляют, что в принципе, в принципе, Россия готова вернуться к цивилизованным странам. Просто этот клуб Запада уже называется не Запад, а Север. Они готовы разделить триумвят штатов Европы и Раши, как наиболее успешных империй. Вырваться из нищего юга и перейти в богатый север. Ну вот такие уже месседжи пошли через Суркова, через нашего блогера Арестовича, через Латынину, через других пропагандистов. Это с одной стороны они запускают такую операцию, с другой стороны они дали отмашку всем своим латентным агентам, обрушиться с критикой на президента Украины, на правительство, на Украину в целом и народ, что мы, оказывается, одни коррупционеры и нацисты. Нам не место в западном цивилизованном мире или в мире севера уже, по новой терминологии. А вот Раша готова туда вернуться. Конечно, если Китай не будет еще более, ну раз в пять больше, помогать оружием и даже финансами, а не грабить Рашу. Вы знаете, что самым большим бенефициаром, с одной стороны, этой войны является Индия, это Турция, которая с большим дисконтом покупает царевые ресурсы, ну и Китай. Но с другой стороны Китай уже начинает понимать, что именно из-за Раши он начал терять, он выигрывает десятки миллионов, но проигрывает миллиарды через разрушение стандартов торговли, через разрушение технологических цепочек и не только по сельскому хозяйству, но и по другим товарам. Сейчас господствуют санкции, автаркия, и это очень больно бьет по Китаю. Поэтому я все еще жду, что Китай одумается и выступит в поддержку прекращения войны Украины, не только теоретически, через свои тезисы, а уже практически. Ну вот такая сейчас ситуация. Александр Владимирович, да, но мы еще посмотрим, как будет проходить и с какими заявлениями выступят стороны, потому что понимаем, что готовится визит Путина в КНР, но это уже, наверное, тема для другого разговора. Вам говорим спасибо, благодарим за этот анализ. В эфире телеканала Freedom Александр Савченко, профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир-экономист был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры подогнал «Симон»